Охота на должников развернулась на Московском шоссе в районе Орловских двориков. На подъезде камеры фиксируют транспортное средство. Сотрудники ГИБДД его останавливают и в дело вступают судебные приставы. Данные документы вбиваются в программу, где сразу отображается та или иная задолженность. Водитель Сергей возвращался на рабочей машине на базу, но пришлось задержаться. Оказывается, у его работодателя долгов на 120 тысяч рублей. Пока не будет проведена оплата, транспортное средство описывают. Сергей оказался заложником ситуации. Я же не могу в его финансовые вопросы соваться, правильно? Я обычно рабочий. Нет, не знал. Ну, вот сейчас на ответственное хранение, вот что дальше будете делать именно вы? Наверное, работу. Другую искать, если что, если он не решит вопросы, то что делать. У этой бизнес-леди долгов на почти 40 тысяч рублей. Сначала удивленные выражения лица и недоумение. Получите повестку, распишитесь. И память, кому и за что оказалась должна, по всей видимости, начала возвращаться. Как уж удалось накопить долгов на 40 тысяч? До свидания. Рейды по должникам, признаются судебные приставы, мера вынужденная. Добровольно платить по налогам спешит не каждый. А тут эффект, что называется, налицо. За прошлую неделю было уже взыскано в результате таких рейдов более 200 тысяч рублей. Сегодня у нас составлено три ареста автомобилей должников на общую сумму где-то 700 тысяч рублей. Подобные рейды в региональном управлении службы судебных приставов продолжат и в ближайшем будущем. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, должникам лучше добровольно расплатиться по счетам. Иначе легко можно будет распрощаться с собственным имуществом. Сергей Щеплягин, Михаил Гордняков, Патруль ННТВ.